Всем привет! Сегодня видео про планировку дома с точки зрения психологии пространства, а также красоты и удобства. На примере этого конкретного дома я буду вам рассказывать про удобство, красоту и психологию. Именно эти аспекты мы затрагиваем в моей школе дизайна, которая называется магия дизайна. Это планировка ученика. И вообще все ученики приносят свои планировки. Квартир, домов и так далее. Но вот конкретно это, это дом. И я думаю, что это наиболее интересно, потому что дом можно поменять как угодно. Дом вы проектируете с нуля. Вы можете поставить стены как угодно, выпилить окна там, где вам хочется, сделать его любой высоты, ну и так далее и тому подобное. И очень обидно, когда я смотрю на дома и вижу, что ну планировка просто, конечно, никакая. Так вот, давайте смотреть. Я буду вам рассказывать, показывать планировку до, показывать планировку после. Это после работы с учеником над планировкой. Может быть это вам будет интересно. Поэтому по ссылочке вы можете найти мою школу. И пожалуйста, записывайтесь, приходите, всем жду. Короче, давайте начинать. Итак, перед нами две планировки. Вот такая была и вот такая вот стала. Сейчас на пальцах объясню, почему второй вариант лучше, чем первый. А вы, дорогие друзья, в комментариях напишите, согласны или нет, что вы думаете по этому поводу и предложите свои варианты. Поэтому пальчик вверх и погнали дальше. Планировка это всего лишь один из этапов проектирования и работы на дизайн проектом. Но какой? Один из самых важных. Всего этапов шесть. Сейчас вы их видите на экране. Планировка это этап номер два. Планировка это как фундамент для дома. Если мы его не сделаем хорошим, то дом просто-напросто рухнет. Понимаете? Ну или будет шататься. Поэтому, чтобы дом стоял крепко, не шатался, нужно делать грамотно планировку, чему я и учу на своих курсах. Давайте смотреть конкретную планировку нашего дорогого ученика. Перед нами первый этаж. Именно его мы и будем разбирать. Помимо этого есть еще второй, но туда сегодня мы не пойдем. Что обычно делают на первом этаже? Конечно же, гараж не всегда, но в принципе делают. Здесь гараж находится прямо в теле дома. Это сделано для того, чтобы с комфортом приезжать домой и сразу же выходить в тепло, так сказать. Я прекрасно понимаю этих людей. Я бы тоже так хотел. Дальше здесь есть, конечно же, котельная, небольшая гардеробная, прихожая, кабинет, общее пространство с террасой обязательно. Очень важная для моего ученика курительная комната, ну или комната отдыха для мужчин. Вот можно так ее назвать. Гостевая комната, два санузла и лестница на второй этаж. Вот такой вот стандартный набор. Значит, давайте подумаем с самого начала вообще о концепции проживания в доме. Первое. Я считаю, что самое удобное это дом в один этаж. Ну, просто неудобно бегать на второй. Пожив в своем собственном доме, я хочу сказать, что на второй этаж мы не ходим. Все, мы живем на первом одном этаже. Кухня-гостиная, спальня и остальные помещения. На второй этаж бегают только дети. Поэтому мне изначально непонятно, почему здесь гостевая спальня, а не родительская спальня. На мой взгляд, это ошибка номер один вообще в логике построения всего пространства. Что думаете по этому поводу, напишите. И мне особо интересно послушать, почитать комментарии тех, кто живет в доме и поднимается на второй этаж туда-сюда-обратно. Как вам? Нравится или не нравится? Норм или не норм? Второй момент. Смотрим входную группу. Я всегда говорю, что входная группа должна быть нарядной. Это же лицо дома. Мы туда приезжаем и попадаем в прихожую. И что мы видим? Мы видим узкую вытянутую кишку, которая продляется дальше в гостиную. Это плохо. Нет, это не плохо. Это отвратительно. Понимаете, это как бы... Почему так делается в своем собственном доме, где можно сделать все, что угодно? Делается так? Мне непонятно. Короче, я против такого подхода. Я считаю, что прихожая должна быть просторной. Идем дальше. Третий очень большой вопрос. КОРГАНИЗАЦИИ КУХНИ-ГОСТИНОЙ. Смотрим на нее и видим, что она большая. Рядом есть кладовка. И это сразу подкупает. И кажется, что все зашибись. Классно, но что еще хотеть? А я вам скажу, что такая конфигурация неудобна. Объясняю почему. Кухня-гостиная делится на три зоны. Зона готовки. Обеденный стол. И мягкая группа. Давайте посмотрим на кухню там, где мы готовим. Вот мы стоим и готовим. И летом мы будем хотеть ходить на террасу. А терраса у нас вот где. То есть мы должны пройти половину гостиной и только потом выйти на террасу. Я вам скажу, что это жутко неудобно. Кухня должна стоять максимально близко к выходу на террасу. Понимаете? Чтобы было удобно вот тарелку подать, грубо говоря, вот за стекло. Это я на себе испытал. Поэтому могу смело сказать, что удобно только так. В моем доме, в котором я живу, сделано примерно вот как здесь. Кухня далеко от террасы. И мы этой террасой практически не пользуемся. Понимаете? Вот такую ошибку я совершил 10 лет назад. Но теперь понимаю, что это ошибка. И так делать нельзя. Кухню надо выдвигать. И второй момент. Кухня далеко от света. То есть нет. Нет окна. Это очень неудобно, некомфортно. Она не освещена. Она должна быть хорошо освещена. Следующая. Мягкая зона. Вот диван и два кресла стоят лицом к одной стене. Куда поставить камин? Непонятно. Ну то есть здесь сразу же камина нет. То есть либо телевизор, либо камин. И вроде бы все правильно стоит по осям. Это мы уже про красоту говорим. Потому что чтобы было красиво, нужно расставлять по осям. И не только. Нужно закладывать основы композиции уже сюда в планировку. Об этом я рассказываю как раз таки в школе. Ссылочка в описании, если кто-то хочет научиться всему дизайну. Не только планировкам я учу. Я учу и как придумать идею, и как нарисовать эскизы, и как сделать схемы для строителей. Ну в общем всю информацию найдете там по ссылке. А сейчас здесь в кухню-гостиную. Теперь с психологической точки зрения нам некомфортно сидеть спиной ко входу. Вот вход, и мы сидим спиной к этому входу. То есть там за мной кто-то будет все время ходить. И я буду все время ощущать дискомфорт на уровне мышц спины. Понимаете? Если не согласны, напишите в комментариях, почему не согласны. Но так работает психология. И следующий момент. Обеденный стол стоит максимально далеко от входа в комнату. То есть люди, которые будут заходить в гостиную, они будут проходить либо сквозь кухню, либо обходить этот остров. И опять-таки ходить за спиной дивана. Это некомфортно. Стол далеко. И очень мало окон. Мало окон. Ребят, ну мы строим свой дом. Почему так мало окон, мне честно говоря непонятно. В общем, основные ошибки я здесь обозначил. Потом по ходу сравнения с новой планировкой, я еще буду возвращаться к этой планировке. И соответственно на сравнении показывать, почему так или иначе правильно или неправильно. Опять-таки же с точки зрения удобства, красоты и психологии. Хотите узнать, что у нас получилось из этой планировкой в рамках этих же стен, ничего не двигая, то продолжайте смотреть. А вот, друзья, наш вариант первого этажа. Вот то, что получилось у нас с учеником. Первое, конечно же, прихожая. Во-первых, большое крыльцо. Видите, в предыдущем варианте архитекторы какие-то там предлагали вот такую вот узенькую норку в качестве прихожей. Непонятно зачем. Вот я предлагаю большое крыльцо, где можно там и лавку поставить, или кресло, диван, все что угодно, растения какие-то. И входная группа сразу же станет нарядной. Далее, прихожая. Сравните наш вариант прихожей, то, что мы на уроках придумали. И какая прихожая была. Была кишка вытянутая с маленькой гардеробной, стала огромная прихожая. Правда, без гардеробной, но зато с огромным шкафом. Во всю длину здесь получается метров пять шкафа. Это вполне достаточно, более чем для семьи из трех-четырех человек. Здесь же выход из гаража. Поэтому, если подумать о сценарии жизни людей, которые проживают в частных домах, у которых гараж в доме, то как происходит попадание в дом? Как правило, на машине. Заезжаем на машине в гараж и потопали в дом. И должны мы с вами попасть сразу же в прихожую, где раздеваемся и далее проходим в дом. Теперь в доме дальше организовано круговое движение. Но об этом чуть позже. А пока давайте посмотрим, что с кухней-гостиной. Кухня-гостиная вытянута вдоль главного фасада дома, который смотрит в сад. Где вся красота? Кустики деревья, ландшафт. И вся стена стеклянная. Обратите внимание. Мы ведь в частный дом переезжаем для того, чтобы попасть на природу. Тогда спрашивается, зачем в частном доме маленькие окна, сквозь которые мы ничего не видим толком, как в бункере в каком-то находимся, то есть окружили себя стенами. И что бы что. Вот зачем дом? То есть мне все-таки кажется, сдается мне так, что люди все-таки хотят какое-то слияние с природой. И было бы здорово, если бы пространство дома плавно перетекало на террасу, далее в сад и потом обратно. Вот такое плавающее, перетекающее пространство. Поверьте, это совершенно другие ощущения. Поэтому полностью стеклянный фасад. Вдоль этого стеклянного фасада я совершенно по-другому выстраиваю мебель. Во-первых, она вся на оси. Видите? Вот. И этот принцип я объясняю ученикам. Давайте вам тоже объясню. Мебель должна быть расставлена правильно. Не абы как, а с точки зрения и по правилам композиции. Понимаете? Еще раз. Планировка это фундамент будущего дизайна. Давайте я вам покажу схему работы над дизайн-проектом. Вот здесь находится этап перепланировки. Так вот, это фундамент для следующих этапов. Для идеи и эскиза. Чем он прочнее, тем дизайн красивее. Вот. Очень простая логика. И начало всего этого правильная расстановка мебель по осям. Теперь как она расставлена? На входе и от входа мы видим обеденный стол. И когда мы сидим, нам даже будет и приятно поздороваться с теми, кто вошел. Понимаете? В другую сторону, находясь за столом, мы видим наш огородик, садик, ландшафт. Далее идет кухонный гарнитур. И здесь принцип построения очень интересный. Кухонный гарнитур состоит из двух островов. Посмотрите, видите, один остров, второй остров. Ну, как будто это вот стол передо мной и сзади еще один стол. То есть, когда я готовлю, я могу в эту сторону повернуться, в эту сторону повернуться. Гости могут собраться со стороны стола, со стороны дивана. Вот диван, кстати говоря, здесь стоит. А холодильники и всякие там кофеварки и прочая кухонная техника находится вот в этой вот кухонной кладовой. Ну, или маленькой кухне, или черновой кухне, куда мы очень быстро и запросто попадаем. Вот стоят высокие холодильники, морозильники, там духовой шкаф, пожалуйста. А напротив есть еще одна поверхность с мойкой, куда мы можем грязную посуду сваливать. Поэтому, если кто-то из вас боится бардака на кухне, вот на этих островах, ой, как же, все, что мы тут наготовили, гости будут видеть. Нет, не будут. Быстро вот сюда вот все перебросили, вот в эту черновую кухню, дверь закрыли. И все, по-моему, это идеально. Заодно это еще и кладовочка, понимаете? А вот дальше за этими островами мягкая зона, диван, кресло, телевизор. Понимаете? Он находится как бы в таком отдалении, как бы в закутке. Видите, здесь в старом варианте, сидя на диване, мы спиной ко входу и нам некомфортно. Здесь нас прикрывает остров, кухонный остров, то есть мы как бы за ним. И вот здесь вот образуется такая уютненькая зона. Но это еще не все. Здесь находится камин сбоку и сидя на диване, на кресле, мы можем любоваться огнем. Но камин не простой, он сквозной. Его видно с двух сторон, с обратной стороны его видно тоже. А с обратной стороны есть небольшая зона, это как раз таки курительная. Помните, я говорил, что очень хочется вот такую вот мужскую зону, курительную. Так вот здесь она с обратной стороны камина. Поэтому камином можно наслаждаться и со стороны гостиной, и со стороны курительной. И здесь, пожалуйста, есть и комодик, можно хоть телек, хоть музыку поставить, хоть просто сидеть, хоть второе кресло, еще там третье, пожалуйста. А вот далее из этой курительной комнаты мы можем пойти вдоль стены дома, дойти до стены, граничащей с машинами, повернуть, обойти лестницу и снова вернуться в главный проход. Видите, получается круговое движение. Этот прием дарит вам ощущение простора и ощущение того, что дом безграничный. Мы можем ходить по кругу в одну сторону и в другую. Но это еще не все. В качестве интересной фишки здесь предложено сделать стеклянную стену между гаражом и основной зоной. Прикиньте, как круто. Вы заезжаете на своем прекрасном, красивом, современном автомобиле и сквозь стекло его видно из гостиной. Поэтому, если вы любитель авто, ухаживаете за ней, она у вас чистенькая, то будет здорово, когда она вот в дорогом автосалоне, да, вот когда вы туда приезжаете, в дорогой автосалон, вот там стоит классная машина, вы ей любуетесь. Но и вот здесь то же самое. Прикиньте, как здорово. Заезжая в дом, вы сразу же немножко видите часть гостиной. Ну, то есть, вот такая вот фишка. Можно этого не делать. Можно поставить глухую стену, как обычно это делают. Ну, а так, прямо получается, как дом, помните, у этого, у Железного Человека-то, вот у этого, как его, этот, да, у нее младший. Железного Человека-то играл. И вот у него такой супер модный современный дом, такой напичканный всем. У него, по-моему, тоже была стеклянная стена, там, где машины заезжают. Только не машины! Держись! Ах, хорошо! В общем, вот такая интересная фишка. Отсюда, из этого же холла, по лестнице уже можно подняться на второй этаж, про который мы сегодня не говорим. Только про первый. На первом этаже есть еще гостевой санузел. Вот он, пожалуйста. Он в таком закутке, как бы его ниоткуда не видно. Из коридора в него попадаем. Здесь еще у нас остается постирочная. Именно в этой зоне она, потому что объединяет котельную, постирочную и ванную. Вот эта вот мокрая зона. Ну, чтобы удобно объединить стояки было. Вторая мокрая зона, это гостевой санузел, кухонная кладовочка и остров. Вот она, вторая. То есть, все это объединяется. То есть, вот одна, вторая, пожалуйста. Все очень удобно. Итак, постирочная почему здесь? Потому что, спускаясь по лестнице со второго этажа, мы сразу же бельем можем вот занести вот сюда в постирочную. Постирочная большая, с окном. Кстати, я считаю, что в каждом помещении в доме должно быть окно. К сожалению, вот санузел без окна получился. А вообще, я стараюсь сделать так, чтобы каждое помещение было с окном. Что думаете по этому поводу, обязательно напишите в комментарии. Ну и последнее пространство на этом первом этаже, это родительская спальня. Попадаем мы в нее в гардероб. Вот видите, из общей зоны попали здесь два шкафа. Напротив я бы еще окно сделал, вот здесь вот прям окно. Значит, два шкафа условно, один женский, другой мужской. И отсюда мы уже можем попасть либо в зону там, где кровать, либо в зону там, где ванна душевая. То есть отдельно стоящая, пожалуйста, душевая зона, где мы душ принимаем. Унитаз, биде, раковина. То есть здесь уже компоновка. Можно, как говорится, по вкусу все организовать. Я считаю, что в таком варианте гораздо удобнее будет хозяевам дома. Потому что, еще раз, если представить сценарий жизни, то происходить она будет так. Давайте сравнивать. Вот, например, да. В первом варианте мы приехали, на машине вышли из нее. Уперлись в стену, что называется. И пошли в прихожую, попали в узкую кишку. Да, вот представьте себе это ощущение. Теперь представляем второе. Приехали, перед вами стеклянная стена. Сквозь нее вы сразу же увидели туда, вдаль, далеко. Там красивая лестница, дальше где-то гостиная, камин выглядывает. Да, совсем по-другому уже ощущение как-то внутри. И из гаража заходим в просторную прихожую. Это даже не прихожая, это настоящий холл. Огромный холл с красивой большой люстрой может быть. Да, а в этом варианте, ну какая люстра? Ну так, точечный светильник. Вы это все постарайтесь прожить. Почувствуйте, как разница какая. Вот, кстати, все это переживание, проживание. Как раз-таки я заставляю учеников проживать на занятии. Когда мы делаем эти варианты планировок. Чтобы не просто мебель расставить, а чтобы именно прожить ощущение в том или ином пространстве. Итак, идем дальше. Дальше. Вот хозяева основное время проводят в кухне-гостиной. Правильно? Вот в этом варианте, в нашем с учеником. Удобная кухня, классно освещается, большой удобный стол. Все пространство задействовано рационально. Нету пустых зон, как вот в предыдущем варианте. Да, вот есть пустые зоны непонятные. Здесь таких зон. Уютное расположение мебели. То есть комфортное. То есть с психологической точки зрения. Комфортно сидеть на диване, смотреть телевизор или камин. Уединенная комната для курения. А самое главное еще удобный выход на террасу. Вот здесь с кухни, вот 2 острова, мы сразу же попадаем на террасу. Вот сразу же шаг сделали. И вот большая терраса. Сюда же на террасу мы можем и с гостиной выйти, и с столовой, и из спальни. Но представляете, как удобно? Как можно эту большую террасу организовать с точки зрения досуга? Где-то маленький бассейник поставить, где-то стол дополнительный, где-то кресло побалдеть, костровище какое-то. Ну просто здесь фантазия может разгуляться. Здесь же, когда наступил вечер, хозяевам не надо подниматься на второй этаж, потому что спальня находится здесь. Ну пусть дети ходят на второй этаж, пусть гостевая комната будет там. Ну то есть гости приехали раз в неделю, могут и подняться, ничего страшного. А хозяевам каждый день ходить туда, ну не надо, это неудобно. Но представьте, утром вы спустились вниз позавтракать, там например, забыли телефон, побежали обратно, спустились, опять что-то забыли, часы опять наверх побежали, потом вниз. Но это невозможно бегать туда-сюда обратно, поэтому только первый этаж. Итак, с точки зрения удобства, это хранение. Хранения здесь полно. Огромный шкаф при входе. Дополнительная черновая кухня, там где кухонный гарнитур. Огромная постирочная, где дополнительные места хранения. В мастер-спальне огромные шкафы для хранения одежды. Под лестницей можно организовать дополнительное хранение. И это все говорит о том, что будет удобно. С точки зрения красоты, вся мебель расположена правильно по осям. И в каком бы стиле вы не сделали интерьер, дальше, так называемую рубашку, какую бы вы рубашку не одели, скелет-то правильный. То есть фигура-то уже накачанная, красивая, поэтому это залог будущей красоты. И комфорт. В таком пространстве гораздо комфортнее находиться, интереснее находиться. А значит оно никогда не наскучит. Оно может развиваться и расти вместе с хозяевами. Оно больше, чем есть на самом деле. Оно интереснее, загадочнее. Короче говоря, напишите эпитеты, какие вам приходят в голову. Вот. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Я и дальше буду рассказывать про дизайн интерьера, как я обучаю дизайну интерьера, как мы его создаем. Вот здесь, видите, целых шесть этапов. Про все шесть этапов будем говорить, поэтому обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. И лайк, конечно, поставьте. На этом все. Всем пока.